Кто живет в расселенных домах Зеленогорска? Полиция, дружинники и чиновники проверили 22 официально пустующих здания. Вот уже год семейная пара бомжей живет в заброшенном доме на улице Красных Курсантов. Его расселили, но так и не снесли. Мужчина занимается поиском и сдачей цветного лома. Его подруга следит за хозяйством. В комнате есть дровяная печь, но нет электричества. Лампочку подключают к аккумулятору, который заряжает у знакомых. Вы когда можете выйти? Я говорю, ну мы не можем выйти. Я говорю, при всем моем желании. Вы знаете, я говорю, я не пойду просто никуда. Я не хочу замерзнуть под кустом. Ну как можем, выживаем. В криминал никуда не лезем. То есть нам это не надо. Жилище украшает искусственная елка с игрушками, но скромный уют грозит закончиться с очередной проверкой. Закон запрещает занимать такие дома. Ну проверка есть, проверка нас обязывает проверять. Мы проверяем. Выявляем вот таких. Не везде, конечно, но бывают такие адреса, что выявляем. Нелегальных жильцов обычно доставляют в полицию, но они либо возвращаются обратно, либо ищут дом, не попавший в поле зрения инспекторов. Эту пару особо не трогают, они никому не мешают. По словам проверяющих, их главная задача – находить иностранных мигрантов и отключать дома от электричества и газовых сетей, чтобы за свет и газ не пришлось платить соседям. Как в этом двухэтажном бараке на Фабричной улице. При прошлой проверке мы приезжали, вот этого вот провода не было. То есть мы видим, да, что незаконное подключение к электроэнергии. Сейчас посмотрим, какая квартира. Участники рейда проверяют, подключен ли дом к электричеству и газоснабжению и в каком состоянии находятся двери. Вот здесь мы видим, что их укрепляли специалисты. А на втором этаже картина уже совсем другая. Дверь закрыта неплотно. Скорее всего, за ней кто-то живет и запирает дверь на этот замок. А рядом даже висит куртка нового жильца. Подобные рейды проходят несколько раз в год. В курортном районе 67 расселенных домов. Они редко появляются в оперативных сводках полиции и пожарных. За прошлый год всего пару раз. И тихо живут своей жизнью. По словам чиновников администрации, сейчас проблема стоит не слишком остро. Из 22 аварийных построек в Зеленогорске условно заселенными признали 4.